Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик, и сегодня мы с вами будем тестировать зеленый горошек. Мы с вами узнаем, какой горошек вкуснее, как правильно выбрать самый вкусный горошек, а также откроем баночки и сравним их содержимое. И перед тем, как посмотреть видео, обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Мы выбрали 4 самых популярных горошка, которые есть в магазине. Это бундуэль, вот такой вот зеленый горошек нежный, зеленый горошек гринрей, дядя Ваня и зеленый горошек лорадо. Итак, как же правильно выбрать вкусный горошек? Первое правило, смотрите, что написано на банке. Горошек может быть делан по ГОСТу, может быть делан по ТУ. ГОСТ это государственный стандарт качества, ТУ это стандарт качества, который есть на конкретном предприятии. Он может быть тоже хороший, но мы никогда не узнаем, какой именно стандарт качества на конкретном предприятии. Поэтому, на мой взгляд, лучше выбирать горошек, на котором написано ГОСТ. Итак, смотрим, что на наших баночках. Бундуэль, я не вижу надпись ГОСТ. Да, здесь есть надпись ТУ. То есть, мне кажется, это самый дорогой горошек из наших примеров. Если память не изменяет, мы его купили дороже всего. И он сделан не по ГОСТу. Но, опять же, это не значит, что он будет плохой или невкусный. Будем открывать и смотреть. Дальше у нас Грин Рей. Так, здесь я тоже не вижу надпись ГОСТ. Значит, это горошек делан по ТУ. И горошек дядя Ваня, ГОСТ, вот прям большими буквами написано. Так, и Ларада. Ларада тоже ГОСТ. То есть, у нас два образца с надписью ГОСТ, вот эти вот, и два образца, сделанных по ТУ. У горошка, сделанного по ГОСТу, есть еще разделение на сорта. Есть сорт Экстра. Это молодой, самый качественный горошек. Есть еще также первый сорт и высший сорт. Здесь сами горошинки могут немножко отличаться по размеру, по консистенции могут быть чуть помельче. Второе, на что нужно обратить внимание при выборе горошка, это дата консервации. Горошек у нас собирается мая по июнь, и именно примерно в эти месяцы должны быть сделаны консервы. Посмотрим на наши образцы. Так, тут надо понять теперь, что когда. Бунджуэль у нас сделан 9 июля. Все в порядке. Грин Рэй у нас сделан 12 июля. Так, горошек Дяди Ваня у нас сделан 7 июля. И Ларада у нас сделан 20 июня. Все в порядке. Если же горошек будет сделан, например, в сентябре или в октябре, это значит, что консервы делали либо из высушенного гороха, либо из замороженного. Вот не знаю, кто эти делают из замороженного или нет, но из высушенного точно. И по вкусу такой горошек будет не такой хороший, как свежий. Третье. Самый вкусный и сладкий будет горошек из мозговых сортов. Вот эти все три образца Грин Рэй, Дяди Вань и Ларада сделаны из горошка мозговых сортов, а бундиэль, именно вот этот, сделан из обычного горошка. Но здесь я отметил, что у бундиэль есть разные совершенно виды консервированного горошка. Есть и горошек из мозговых сортов, есть какой-то там сахарный горошек. То есть мы просто купили именно вот эту вот банку, на которой написано зеленый горошек нежный. Это совершенно не значит, что если у вас на банке не написано горошек из мозговых сортов, то он будет невкусный. Просто, на мой взгляд, именно такой горошек самый сладкий и сахарный. Четвертый момент, на который мы обращаем внимание не только при покупке горошка, но и при выборе вообще любых консервов. Это целостность в банке. Если, например, слезла этикетка, это ничего страшного, но главное, чтобы сама, если мы говорим про застенную банку, она была целая, без вмятин и без повреждений. Потому что, если банка будет поврежденная, то внутрь консервов могут попасть вредные бактерии. Если мы покупаем горошек в стекле, сейчас такой тоже делают, это, я не скажу, что лучше, но это тоже интересно, потому что мы можем сразу визуально оценить состав банки, посмотреть, какой горошек, нравится он нам по цвету, по текстуре или нет. Но тогда, если мы покупаем стеклянную банку, мы обязательно обращаем внимание на крышку, она не должна быть вздутой. Кстати, обратите внимание, что на всех наших четырех образцах дата производства и срок годности напечатаны текстом. Раньше все время считалось, что консервы нужно покупать те, на которых эта дата производства выдавлена или вдавлена, выпуклой или пуклой. Сейчас такие консервы по новым стандартам практически не делают. Если вы видите вот такие напечатанные цифры, это наоборот хорошо, это всего лишь новые стандарты покупки. В горошке по ГОСТу в составе должен быть только сам горошек, сахар, соль и вода, больше никаких ингредиентов. Так как это стандарт ГОСТ, мы проверим баночки, которые сделаны по ГОСТу. Дядя Ваня у нас написано горох, овощной, свежий, вода, очищенная, сахар и соль. Прекрасно. Ларада. Так, высший сорт. Кстати, дядя Ваня у нас первый сорт. Вот этот горошек получается по качеству должен быть получше. Высший сорт. Состав горох, овощной, свежий, вода, питьевая, сахар, соль. Прекрасно. Теперь перейдем к гороху, который у нас сделан по ТУ. Биндюель. Так, у нас здесь зеленый горошек, вода, питьевая, сахар и соль. Состав такой же, как по ГОСТу. И Гринрей. Зеленый горошек, свежий, мозгового сорта, вода, питьевая, сахар, соль. То есть все четыре образца с хорошим составом. В крайнем случае так написано на банке. Ну что, перейдем к народному тестированию. Будем открывать банки и сравнивать дорожки между собой. И выберем, какой из них нам больше понравится. Начнем мы с Биндюеля. И первый тест, который обычно всегда предлагают нам делать в магазине, это вот так вот взять банку и потрясти. Дело в том, что горошку в банке должно быть примерно 65-70%, если не ошибаюсь. А жидкости должно быть, соответственно, 30%. Если мы слышим бульканье, когда банку так вот трясем, то значит, скорее всего, в банке жидкости больше, чем горошка. И получается, что вы переплачиваете за воду. Ну, я не знаю, насколько должен булькать плохой горошек, но здесь, мне кажется, бульканье слышно. Ну, наверное. Мне кажется, слышно. Давайте отметим то, что здесь бульканье есть. Теперь мы смотрим, сколько у нас здесь заявлен вес. Так, 425 миллилитров, 400 грамм. Масса основного продукта 245 грамм. Сейчас мы откроем баночку и взвесим. У меня здесь есть весы специально для этого. И потом оценим продукт по консистенции, по внешнему виду. Кстати, что удобно, у горошка Биндюеля есть вот такая вот штука, чтобы открыть консервы. У всех трех образцов такой штучки сверху нет. Ну, запах хороший. Такой классический запах зеленого горошка. Теперь я обнулила весы, поставила тарелочку, и горошки я сейчас сюда перелью. И мы посмотрим, сколько он весит. Горошек у нас весит 402-403 грамма. То есть здесь с весом все в порядке. Теперь давайте посмотрим на внешний вид. Горошек одинаковый по размеру, однородный. По цвету. То есть это важно. Горох может быть от светло-зеленого до оливкового. По-разному. Ну нет, хотя вот я вижу маленький один горошек у нас тут затесался. Но это и не ГОСТ. Я напомню, что Биндюель сделан по ТУ. Поэтому, наверное, это допустимо. Мы не знаем, какие условия у Биндюеля написаны в ТУ. Но, в принципе, на внешний вид неплохо. В крайнем случае здесь нет таких коричневых горошек, которые испорчены. Их в консервах вообще ни в коем случае не должно быть. Они все такие приятные на вид и хочется их съесть. Попробуем. Ну, обычный классический горошек. Ничего особенного. Для оливье, мне кажется, пойдет. Рассол тоже однородной консистенции, слегка мотноватый. Это нормально. Не пугайтесь. Рассол должен быть мотноватый, потому что это горох. В горохе содержится крахмал. Главное, чтобы вот этого не было сильно много. Если мы, например, видим на дне банки такой достаточно плотный осанкт крахмала, то значит, что горох сделан из перезревших горошин. Вот. И, ну, он будет просто не такой вкусный. Еще один важный момент. Горошек в консистенции должен быть мягкий. Мы его берем, раздавливаем пальцем, он у нас легко давится. Если вам попадается жесткий горошек, так быть не должно. Это горошек, скорее всего, перезревший или неправильно приготовленный, неправильно законсервированный. Ну, мне кажется, Бундиэль, учитывая, что это не ГОСТ, можно поставить четверку или тройку. Не знаю. Нужно сравнить с другими образцами. Следующий у нас на очередь тоже горошек, сделанный по ТУ. Это горошек фирмы GreenRay. Сейчас мы его откроем. Горошек мы открыли. Мы забыли снять, как мы его трясем. Вот, но булькал, он чуть поменьше, чем Бундиэль. Я, опять же, не знаю, как должен булькать качественный или некачественный у дорожек. Поэтому здесь все очень конъективно. Теперь мы будем взвешивать. Так, вес, кстати, здесь заявлен. Так, так, так. 400 грамм. И весит он на весах 480. Это здесь гороха или воды. Не знаю, чего больше. Даже больше, чем заявлено на упаковке. Теперь смотрим на цвет и на консистенцию. Горошек, смотрите, по цвету не совсем однородный. Здесь попадаются такие светлые горошинки. Их очень мало, но они есть. Вот, я сейчас покажу. Вот здесь яркий пример того, как горох отличается и по размеру, и по цвету. Вот эта горошина мелкая. Она такая, почти белого цвета, длинно-желтого. Эта горошина покрупнее и она темно-зеленого цвета. Но напомню, что это не ГОСТ, поэтому, может быть, производитель допускает такой горошек. Но бундиель выглядел намного лучше. Поэтому, наверное, бундиель мы поставим четверку, а этому горошину мы поставим все-таки троечку. Потому что выглядит он похуже. Рассол у нас прозрачный, хорошенький, практически не мутный. И теперь мы попробуем на вкус. Нет, давайте сначала мы ее сожмем. Эта горошина достаточно жесткая. Бундиель был мягкий. Смотрите, она у меня не раздавилась, а просто раздавилась на две половинки. Теперь давайте попробуем. Берем. Ну, по вкусу хуже, чем бундиель. Он жестковатый. Бундиель такой был мягкий и послаще, понежнее. Рассол. Рассол какой-то кисленький. В общем, по вкусу мне этот горошек не очень понравился. Я бы, наверное, его второй раз точно бы не купила. Это у нас горошек Green Ray. Кстати, написано, что он сделан из мозговых сортов. На бундиеле не написано, что этот горошек из мозговых сортов на бундиеле. По вкусу он сильно лучше, чем Green Ray. Это, опять-таки, на мой взгляд. Муж вот у меня, например, говорит, что этот горошек ему понравился больше. Поэтому это все дело вкуса. Но, насколько я знаю, по стандартам горошка должна быть именно мягкой. Поэтому этому горошку я поставлю троечку. Будем тестировать следующую банку. Теперь у нас на очереди горошек дяди Ваня. Мы трясем банку. Здесь вообще не слышно бульканье. Слышно, как горошины трясутся, но как вода булькает вообще не слышно. Это значит, что здесь воды должно быть меньше. Открываем. Пахнет он хорошо. Здесь, смотрите, есть пена. Это из-за того, что мы банки все трясем. Как бы, если вы банки трясти не будете, пены не будет. Все в порядке. Взвесим. Смотрим. Консистенция по цвету однородная. По размеру горошка примерно одинаковый. Но мы здесь нашли половинку гороха. Вот она. Вот такой вот кусочек, половинка гороха. Ладно, если бы половинка плавала в банке, оно еще и видно, что есть корочный. Он какой-то коричневый, такой коричнево-белый. Здесь одна штука всего лишь, ну, насколько мы смогли найти. Неизвестно, что в других банках. А я напомню, что это горошек гостовский. Марки дяди Ваня. Лично для меня это не критично. Как бы, я бы такое ела. Сейчас, кстати, по вкусу попробуем, скажем как. Но так как мы сравниваем все-таки горох по внешнему виду и по составу, мне кажется, что это как бы не очень для гостовского гороха. Смотрим. Ну, здесь есть еще, кстати, половинки. Вот еще половинка гороха плавает. Так. Вот еще здесь половинка гороха плавает. Его мало, но он есть. Просто, допустим, в Бундиеле и в Гринрейе половинок гороха не было. Испорченных тоже не было. А здесь вот есть одна половинка испорченная. Теперь мы посмотрим рассол. Рассол плотный, достаточно мутненький. Это тоже нормально. Посмотрим, как давится горошек. Ну, он достаточно мягкий. И как по вкусу? Нормальный. Сладкий. В меру жесткий. Такой средний, наверное. Бундиеле у нас был самый мягкий. Этот такой хорошенький, нежесткий как Гринрейе и достаточно вкусный. И теперь мне интересно попробовать рассол. Ну, рассол тоже приятный. Вес горошка у нас тоже в пределах нормы. 402 грамма. На банке заявлено 400 грамм. Так что все хорошо. По вкусу. И я, и муж сошлись во мнении, что этот горошек лучше, чем Бундиеле. Но из-за того, что мы здесь нашли испорченную половинку гороха, 5 все-таки мы ему поставить не можем. Поставим 4 с половиной. У нас остался последний образец. Зеленый горошек Лорадо. Здесь булькания практически нет. Мне кажется, по слуху, так же, как в дяде Ване. Хотя этот горошек у нас тоже по ГОСТу. Ну и примерно по тряске тоже они схожи. Открываем. Давайте взвесим. Так, на банке у нас заявлено 420 грамм. Интересно. Смотрите, заявлено 420 грамм. Мы пересыпали. А по факту у нас 408 грамм. То есть здесь горошка меньше, чем написано на банке. Это очень плохо. При всем при том, что горошек у нас сделан по ГОСТу. Смотрим на цвет и на консистенцию. Цвет здесь однородный достаточно. Хотя нет, вот есть горошки поглиннее. Но оттенок все-таки не сильно отличается. По размеру тоже есть, попадаются маленькие горошинки. Но их тоже очень мало. А вот испорченных здесь нет вообще. Мы так вот все перемешали несколько раз. Посмотрели, все горошинки целые. Коричневых не попадается, как в предыдущем варианте. Так, и теперь мы с вами посмотрим рассол. Рассол хороший, прозрачный, в меру мутный. И попробуем по вкусу. Так, сначала нужно раздавить. Ну, он не такой мягкий, как бунзель. Примерно по консистенции, как дядя Ваня, как предыдущий образец. И по вкусу тоже вообще не очень похож на предыдущий образец. Но мы поставим ему пятерку, потому что здесь нет испорченных горошин. О, смотрите, я нашла испорченную горошину. Она какая-то наполовину коричневая. Это уже очень плохо. Горошка у нас по ГОСТу, и в нем не должно быть вообще испорченных зерен. Поэтому пятерку мы поставить не можем. Здесь есть сразу два недосчета. Испорченные горошины, пусть даже их мало, но не есть. А это горошка по ГОСТу. И недостоверный вес. На банке указано... Еще раз проверим, чтобы не ошибиться. На банке указано 420 грамм, а по факту у нас было 408. Так быть не должно, тем более в ГОСТовском горошке. Поэтому этому гороху мы поставим четверку. Друзья, мы с вами протестировали четыре вида горошка. И, к сожалению, ни один горошек не оправдал наших ожиданий. Смотрите, у нас было два горошка по ТУ, два горошка по ГОСТу. По ТУ по вкусу мне понравились меньше всего, но зато в них не попадались испорченные горошины. Горошек по ГОСТу, по вкусу, мне понравился больше. Но в каждом образце попадались испорченные горошинки. Хоть их было мало, но такого все-таки не должно быть. Я бы поставила по вкусу на первое место все-таки Ларада. Но напомню, что у них целых два замечания. На второе место я бы поставила дядю Ваню, потом Бон Дюэль и потом Грин Рей. Вот такой вот у нас получился народный обзор. Напомню, что это лишь мое субъективное мнение, и оно может отличаться от вашего. Ну или от мнения производителей. Напишите в комментариях, какой горошек для салата, для нашего любимого оливье, покупаете вы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. И еще пишите в комментариях, какие продукты вы бы хотели посмотреть на нашем обзоре. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok